Ох, боже мой, я так устал. Да подыхай, любименький. Эти ночные смены меня просто убивают. Раньше хоть можно было поспать на работе, а сейчас камер наставили, вообще глаза закрыть невозможно. Моя зайчка, мой трудоголик, отдыхай, отдыхай, всё, спи, моя радость. Вика, ну, Вика, ну, я же сказал, будильники все отключить. Ну, извини, извини, я забыла. Всё, всё, всё отключила. Спи, моё золото, спи. Вика! Ну, это не я, это мама. Мама. Мамульчка, мамульчка, я не могу разговаривать. Ну, потому что Егор пришёл со смены с ночной. Устал. Ну, чего я буду давать ему трубку? Ну, мам, ну, перестань. Дай сюда. Да, мама. Да, с ночной. Да, устал. Да, спал. До свидания. Выключи звук вообще. Всё, всё, выключила. О, Господи. Выключила. Спи, спи, мой хорошенький. Вика, ну, я же сказал, выключить звук, это значит, вибро тоже выключить. Так это не телефон, это сосед сверху, он что-то ремонтирует. Да какого чёрта ремонтировать ночью? Ну, уже утро вообще-то. Да, я же с ночной. Алло, Александр Анатольевич. Ну, ну, не надо сверлить. У меня Егор с ночной смены вернулся. Хоро сверлить там. Пожалуйста, давайте попозже, да? Спасибо огромное. Спасибо, она ему ещё говорит. Идиот какой-то. Всё, 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 отдыхай, отдыхай, расслабляйся. Вика. Ну, что Вика? Ну, Вика. Александр Анатольевич, а вы можете и не стучать? Ну, конечно, слышно. Что значит я... А, вы по пальцу себе ударили. Да, 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 я поняла. Спасибо, не стучите. Капец какой-то. Всё, никто не будет стучать, никто тебя не потревозит. Спи. Спи. Что это? Что, что? Александр Анатольевич. Я понимаю, что вам бы хотелось, может быть, сейчас этим заняться, но, честно говоря, всё слышно. А, вы в магазин ушли? А, ах, это ваша жена кино смотрит. Аля, выключи это кино. Попросите потише сделать, спасибо. Господи, да что ж творится-то, а? Ну, всё, всё, уже никто не будет шуми. Спи, спи, мое солнышко. Вика, что это? У Петрыкиных сын проснулся. Чёрт. Ну, пойди, усыпи его. Ну, что я могу сделать? Репетитор приходит по времени. И репетитор этого тоже усыпи. Чёрт. Спасибо, Александр Анатольевич. Спасибо, сосед. Ну, теперь уже спи. Наконец-то. Да ну что ж такое? Кого это ещё принесло? Откуда я знаю? Чёрт. Спи, а я сейчас быстро посмотрю. Ну, уж поспишь тут с вами. Здрасте. Это управдом. Вы будете сдавать деньги на домофон? Нет, не будем. Да чёрт. Да. Вообще не будете или только сейчас? Вообще. Достать ты ему эти деньги на этот домофон. Сколько? 200 гривен. Пожалуйста. Прямо сейчас установим. Спасибо. Не отсюда. Господи, ну что ж такое? Ну, всё, всё. Успокойся. Сосредотачивайся на сне, мой хороший. Радость моя. Спи. Петрыкины ругаются из-за пианино. Иди помери их. Сейчас. Я быстро, я быстро. Мы хорошие. Гулькины. Сосредине. Гулькины. Вот где? Гуликины. Лови! Спасибо! Ну что, помирила? Петрыкиных я помирила. Молодец. Ложись. Все, отдыхай, моя золотая. Отдыхай. Вот нахрена ты их помирила? Да это не они. У них сын дома. Лешка-то. Ну, значит, что он привел? Ты что, ему 10 лет. Сейчас дети быстро развиваются. Да это не он. Это... Подожди, а кто у нас внизу? Клавдия Петровна. Только ей 84 года. Ну, значит, кто-то очень хочет, чтобы она свою квартиру на него переписала. Слушай, ну, во всяком случае, это ненадолго. Минутки на две. О! Померла? Да, все. Да ну что ж такое? Крепкий орешек. А, это не она. Это молодожены из 37-й квартиры. А как ты поняла? Ну, потому что больше двух минут. Ой, давай им отомстим. Давай. А я не умею... симулировать. Да что тут уметь, господи? Вика, а ты хоть раз это делала, когда мы... О, смотри, помогло. Это ещё что за звук? Это домофон На который мы деньги, видите, с тобой сдали Да Это управдом, я проверяю, работает домофон или нет Работает, работает Работает, я сюда слышал Работает он Чёрт, сволочь какая Ну всё, домофон тебе точно не помешает Отдыхай, спи, спи, успокаивайся Господи Да как так, ты уже сдохнешь-то Вот нахрена тебе была грамота, лучший шахнёр урановой шахты Ты что с ним сделаешь? На, на, отнеси ему таблетки от кашля Так это же слабительное Хрен он у меня кашлянёт Вы не ответили, работает или нет домофон Пошёл вон отсюда Господи Чёрные люди Отдыхай, отдыхай, спи, спи Спи У нас что, собака Баскервилей? Это Клавдия Петровна Принесли квитанцию за коммунальные В два раза подорожало Ну, по крайней мере, мы знаем, что она жива Всё, мы теперь спим Всё Это Олежка с 64-й квартиры Я с ним на охоту хожу А как ты узнал? Он так же себя на охоте ведёт Алё, Олежка Слушай, я с ночной смены Можешь потише кувыркаться там с женой своей? А ты на охоте? Хорошей охоты, брат Так, это, чё, у неё там, любовник? Вика, это не наше дело Спи, давай Ага Да ладно? У нас что, в подъезде конь? Сейчас, подожди Яночка! А ты себе что, опять какого-то нового жеребца привела? Ах, вон оно что Ну да, поняла А можно потише? Что? Это не конь Это кобыла Которая купила себе лабутены Разнашивает их Кобыла Кобыла Всё Спи Спи А, Олежка вернулся Это чё, у неё столько любовников, что ли? Да не, Олежка просто косой На охоте ещё никого никогда не подстрелил Ах А, давай спать Спи Да, ты у меня самый лучший Да, да Блин, да это не жилой Это публичный дом какой-то Это Светка Шубу у мужа отрабатывает Старается Норковая, наверное Да ладно, доорать Не соболь же там Ну всё, всё, всё Что ты, спи давай Спи давай Слышишь, да? М? Слышишь? А? Тишина Да, тишина Наконец-то Всё, всё, всё Тихо, спим Да, да Просто спим Да Что такое? Вика? Ай! Ты, ты, ты чё делаешь? Это не я, это комар Спасибо Не за что, любимый Ты спи Главное, спи Баю, баюшки, баю Закрой рот Всё? Я проспал 9 месяцев? Только шо ж у них было? Уже всё, ребёнок родился Блин Да что вы за соседи такие? Ё-моё Один раз Выспаться решил? Так нет же Все проснулись в 6 утра И начали чё-то делать Это ещё что за звук? Это уже тебе стучат Почему? Потому что ты кричишь Ах, это я кричу Это я кричу! Ладно Сейчас Чё ты там говорила? Полочку тебе прибить надо? Да Сейчас тебе прибью Люстру тоже надо сделать? Да И паркет я тебе сейчас весь оциклюю И шубу хочу И соболя Ну держитесь, соседи! Саша, ну быстрее Ну что ты там копаешься, Саша? Слушай, Вика, я на стенд их разыскивают засмотрелся Там мужик реально на твою маму похож Ура! Ну вот, Дин Здравствуйте Здравствуйте, что случилось? Пропал человек Да, но нам не к спеху Как это не к спеху? Мамочка моя пробала Не волнуйтесь, найдём Вот это я и волнуюсь, что вы её найдёте Скажите, пожалуйста, а всех пропавших находят? К сожалению, нет, но находят процентов 80 А, так шанс всё-таки есть Конечно, конечно Причём очень большой шанс То есть вы считаете, что 20% — это очень большой шанс? Наша! Так, скажите, пожалуйста, где вы видели вашу маму в последний раз? Так прикольно сказали В последний раз Чё ты издеваешься надо мной? Да ничего, я не издеваюсь, Вика Чё ты начинаешь? Может, твоя мама вспомнила про родину свою И поехала на седьмой километр за носками? Почему за носками? Она родом из Житомира Нет! Всё, хана Депортировали твою маму Выгнали её со страны вообще Она ж ходила всем рассказывала, что ей Саакашвили нравится Всё Под зад её Ну, Саша! Ну, что ты делаешь? Скажите, а откуда вы вообще взяли, что ваша мама пропала? Ну да, действительно, Вика Может, она просто утонула Вообще дурак, что ли? Вы понимаете? Она ночь не ночевала, трубочку не берёт Я чувствую, что что-то случилось Сто процентов, сто процентов Я о другом даже думать не хочу Бывают, конечно, случаи, когда отдыхающих в море уносят на матрасе Да не, вы что? В Одессе ещё такого шторма не было Чтоб маму с места сдвинуло Скажите, вы уже куда-то звонили? Конечно, звонил Первым делом позвонил в морг Но её там не оказалось Но я надежды не терял Звонил каждый час О, сейчас, секундочку, извините О Алё Да, морг Ага, хорошо Ну что, чем порадуете? Сейчас, секундочку Слушай, Вика, у твоей мамы на спине родинка величиной с кулак была? Нет Не она, это Да, звоните, звоните, конечно, я всегда на связи Всё, счастливо Я хотел спросить, домой вы звонили? Ну, конечно Что ж, я один в себе такую радость держать буду Я тестю позвонил, обрадовал Ну, наберите ещё раз, может, она вернулась Нет её дома Ну, ты даже ничего не спросил А чё спрашивать? Музыка весёлая играет, тесть пьяный в зюзю Понятное дело, что нет Бывают, конечно, случаи, людей воруют и отдают в сексуальное рабство О Я теперь наконец-то понял, как она Петровича свои лапы заполучила Она его купила То не мог же он сам согласиться на ней жениться, правильно? А может, действительно Ну, это ж курортный город, она встретила мужчину, завела роман Правильно, правильно, правильно Поднимайте все сводки Ищите изнасилованного мужчину в особо тяжёлой форме Даже, даже ты издеваешься надо мной Вы понимаете, я боюсь, что ей плохо стало К сожалению, возможно, температура могла не выдержать Да-да-да Это как в том видео, помнишь, ты мне показывала? Где одна женщина, похожая на твою маму, легла такая на мостовой и лежала такая Это была лошадь на Греческой площади Не, ну со спины один в один, чё В редких случаях, конечно, людей воруют на органы Вика, это и есть наш случай Чего это вдруг? Это твоя мама, это мечта чёрных транспортологов Почему? Это своей мамы пять человек сделать можно Погнали на привоз Подождите, куда вы? Опишите, пожалуйста, как она выглядела Ну, она вообще такая... Помолчи Крупная Крупная Метр восемьдесят на два девяносто Просила, чтобы из дуба был Из какого дуба? Из морёного Дурак Она такая, знаете, пышечка Такая, похожа на... На носорога похожа Такая, знаете, вот с раздвоенным языком такая И кожа у неё раз в год слетает, да Шутики? Нет, правда, она сейчас пьёт гормональные таблетки О, так что если к вечеру её не найдём Будем уже искать мужика с бородой Скажите, враги у вашей мамы были? Вика, я всё время с тобой был Да не было у неё врагов Она вообще такой светлый человечек Бесконфликтный Ой, записывайте Первый подозреваемый, значит Хозяйка квартиры, у которой мы комнату снимаем Продавец еврей, которого она обсчитала на рынке Женщина, у которой она украла лежак на пляже Мальчик, у которого она отобрала кукурузу Ну, подождите, это много уже Так это только первый день, вы слушайте дальше Так получается, что ваша мама конфликтный человек Ну, скорее такой неприятный Вот видите, чтобы объяснять вам всю её неприятность Вот пошла она фотографироваться с Утёсовым И вот вы знаете, мне на секунду показалось Что Леонид Осипович даже немножко как-то от неё отсел Понимаете? Вот такая вот Скажите, пожалуйста, приметы особые есть? Ну, там, шрамы? Не, шрамов нет, сколько не пытался, ни одного не... А я смотрю, вы не очень её любили Может, она специально от вас убежала? Ха-ха, вы что? Да в жизни бы она мне такого подарка не сделала Скажите, привычки какие-то необычные у мамочки вашей были? Ой, вы знаете, она ходит во сне Но в туалете и в холодильнике мы смотрели, её там нет Ну, ходит она обычно только в эти места Иногда их путает Вот я вчера открываю холодильник, думал кекс, понимаете? Саша! 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 Была у нас, конечно, история Мужика пропавшего Рыбаки сетями выловили Какой кошмар, смешный Ну-ну, рассказывайте, что там Ну что, достают они его А мужик этот Живой Есть у вас истории со счастливым концом, а? Так, пожалуйста, фотографию пропавшей предъявите Ой, Саша А где фотография мамы? Какая? Там, где она с обезьянкой? Да Отдал её в бюро ритуальных услуг Зачем? На всякий случай Слушайте, два часа объяснял Где мама, где обезьянка Капец Ну тогда опишите её С матюками можно? Нет Тогда, Вика, давай ты Она такая... Секундочку, секундочку Сиплый! Сиплый, путь сюда Начальник, как я приду? Я же в хамере Ой, типа ты не знаешь, что она открыта А, в натуре Чё надо, начальник? Чё, чё? Художник штатный в отпуске Вот надо хорошим людям Помочь фоторобот сострепать А я тут при чём? А то есть, как деньги фальшивые рисовать, так сиплый первый А как помочь людям? Ладно, ладно, чё там, давай Перерисуй Описывайте У неё глаза голубые Ну такие сверлящие Ушки маленькие Но всё слышат Нос аккуратный Но везде лезет А, слушайте Дышит она ещё Вот так вот Ау Аааа, вот так Мужик, ты сейчас один в один мою тещу описываешь. Ну чё? Ну вот, короче. Сиплый, это чё такое? Чё у меня только президенты нормально получается. Нет, чё, похоже? Да? Ну прям один в один, реально. Один в один? Да. Ну всё, тогда надо расклеивать объявления по городу. Не-не-не-не-не-не, ни в коем случае. Вы что, мы всех туристов распугаем? Разберёмся. Сиплый свободен. А, ништяк. Свободен в камеру. Блин. А вы, пожалуйста, будьте добры. Имя, отчество, фамилия пропавшей. Марина. Марина. Францевна. Францевна. Пудель. Что вы смеётесь? Лучше скажите, что делать. Извините. Ну что, что. Как я и говорил, расклеивать объявления. Да, так и напишем. Пропал Пудель. Целую. Прошли, ребят. В чём мамочка была одета? Так, у неё была тельняшка с надписью «Одесса мама», без козырка и сумка с надписью «Я люблю Одессу». А, а в сумке была бутылка чачи. Найдёте? Не волнуйтесь, найдём мы вашу тёщу. Да при чём тут тёща? Я про чачу спрашиваю. Найдёте? Алё. Что? Глаза выпученные? Да. Пена у рта? Да, 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 да. Троих уже покусала? Всё, Викусь, нашли твою маму. Ну так пристрелите её к чёртовой матери. Правильно, правильно. Да какое общество защиты животных? Вы хотите, чтобы собака нам туристов распугала? Не пудель? Дворняга. Вот, поймали опасного рецептивиста. По ориентировочке. Мамулечка моя! Ну шо, зятёк, ты думал, я из одесских катакомб не выползу? Да? Я тебя сейчас схвачу за балабоны, и ты у меня будешь на банджо-джампинге прыгать. Что вы смотрите? Стриняйте в неё! Это по любой... Помоите! Помоите! Блин, а я ещё за водой идти не хотел. Мама, вот это подарок. На Пасху. Ой, Сашка еле вас догнала. А где мамулечка? А ты, мама, по-моему, с подружками пошла где-то гулять. Какие подружки? У неё здесь нет подружек. А, да? Где мама? Вот, блин, забыл тебе сказать. Меня же, это, срочно на работу вызвали. Представляешь, надо ехать. Так, Саша. Во-первых, ты стоишь на бирже труда. Во-вторых, Пасха у них там выходной. А в-третьих... Где моя мать, твою мать? Помогите! Слышишь? Где-то кричат, помогите. Слышал, вот там, по-моему, так отчётливо, вот там кричат. Саша? Это то, что я думаю. Это то, о чём я даже мечтать не мог. Мамочка! Мамулечка моя родная, красотулечка моя! Доченька, достань меня отсюда! Сейчас, сейчас, моя мать. Мам, ну вы ж понимаете, что это нереально. Копайте вниз, земля круглая, с той стороны вылезите. Иди к чёрту! Мам, вы сейчас к нему реально ближе. Саша, ты сказала, она к подружкам пошла. Так я не соврал. Слышишь, как они там любезно квакают? Мамулечка, как ты там оказалась? Пока не знаю, но этот дебил точно к этому причастен. Ты что, подножку ей сделал, да? Вика, ты в своём уме? Если бы я ей подножку сделал, я бы уже без ноги стоял бы. Значит, ты её толкнул? Нет. Врёшь! Вика, пупочной грыжи нет, значит, не толкал. Мамочка, а может, ты сама туда упала? Да, конечно! Этот упырь всё это подстроил. Мам, ну вы вот всегда говорите, что на старости вам водички некому будет подать. Пейте, мама, пейте на здоровье. Фу на тебя! Мама, не плюйте в колодец. Сашка, ты что, не понимаешь, ей там холодно. Точно, Вика, правильно, правильно. Надо туда кипятильник бросить. Какой кипятильник? Надо что-то делать. О, надо будет вот эту плиту сверху положить. Саша! Покласть? Да ну, Саша! Да блин, ну я забочусь о твоей маме, я хочу закрыть колодец. Вдруг дождь пойдёт, она там промокнет, простудится. Да при чём здесь дождь? Надо палку большую найти. Правильно. Добить её надо, чтоб не мучилась. Точно. Вообще дурак, что ли? Слушай, Вика, смотри, я уже всё придумал, всё распланировал. Значит, здесь у нас будет калиточка, здесь скамеечка, здесь крест поставим и надпись делаем. Из колодца не пить, вода отравлена. Ты больной на голову, я говорю, надо что-то делать, людей зови. Ну, Викосик, ну можно я вначале сам порадуюсь, потом уже людям расскажем, чё ты. Дурак, верёвку ей брось. А, верёвку? Сейчас, мамулечка, сейчас. Ай! Ой, мам, простите, забыл, что вы там. Саша, я сказала, верёвку! А, ой, перепутал, есть же, да, вот, ведро с верёвкой-то, господи. Ты... Ай! Ой, опять забыл, за что ж такое с памятью-то, капец. Я сказала, не ведро, а верёвку! Да сейчас, я туда верёвку кину, она меня в колодец затянет. На, быстро, бросай маме верёвку и вытягивай её. Мамулечка, сейчас. Ладно. Короче, мам, я вам сейчас бросаю верёвку, вы на шее потуже затяните, я вас сейчас тянуть буду. Дурак совсем. Мамулечка, просто хватайся, а Сашка тебя потянет. Только аккуратно, Саша! Это последняя верёвка. Саша! Уронил! Здорово, сосед. О, здорово. Чё, очередь? Да тут такое, короче. Да какое там? Да-э-э-э! Крокодил! Тёща моя! А-а-а! Поздравляю. Спасибо. И с Пасхой тоже. А-а-а, да-да. Кстати, кстати, кстати. Алё, Зинаида Павловна, мамочка, а пойдёмте вместе водички наберём. Ага. Эх, Марина Францевна, жалко вы закруток мало сделали. Ну, кто ж знал, кто ж знал. Слышь ты, зятёк. Шо? А помнишь, тебе колёса ночью пробили? Так ты обещал этого придурка из-под земли достать, а? Доставай. Прощаю, мама. Давай вытащивай меня, придурок! Сашенька, ну придумай что-нибудь, ну пожалуйста. Так, сейчас, 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 сейчас. О, слушай. А давай сейчас туда полный колодец воды наберём, и маму подъёмная сила вверх подымет. А если она утонет? Ты чё, Вика, такие, как твоя мама, не тонут. Давай, давай, неси шланг. Сейчас. Я тебя на этом шланге вылезу, повешу. Слушай, а давай туда мешков 20 семента засыпем. Да что, ты чё, вообще дурак, что ли? Ладно, ладно, ладно. Придётся священника звать. Он сейчас колодец освятит, и твоя мама оттуда, как ошпаренная, вылетит. Богом клянусь, вылезу, убью. Ключевое слово, мама, вылезу. О, тут очередь. Ой, 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 помогите, помогите, пожалуйста, я вас очень прошу. Чё, помочь-то? Да, помогите, пожалуйста, вот эту плиту наверх положить. Да ну, Саша, у меня мамочка туда упала, в колодец. Помогите её достать. Как в колодец упала? У меня же там чекушка заныкана. Я вам верну и чекушку, и 0,5 выставлю. Только помогите, у вас... 0,5? Лестница есть? Конечно, есть. Высокая шестиметровая железа. Несите её сюда. Только она без ступенек. Ну, несите хотя бы то, что от неё осталось. Там перил нету тоже. Ну, несите, какая есть. А я ж забыл, я её продал уже давно. Да что ж такое? Слышь, мужик, 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 можно тебе на секунду? А? Хочешь ящик водки? Конечно, конечно, хочу. А чё делать надо? Надо засыпать этот колодец. Легко, вот легко. Предоплату давай и... Засыпешь, дам. Ах, так. А у меня же сейчас стремянка есть. Стремянка есть? Ч-ч-ч-ч, так, иди отсюда, иди за лопатой, давай. Только мне за неё предоплату уже давить. Давай, конечно. Так, ну что, Викусь, пойдём-ка домой, а? Саша, ну ты с ума сошла, мама. Ну чё, утро вечера мудренее. Поспим, отдохнём, а завтра уже придумаем, как твою маму забрать. Саша, сейчас 10 утра. Что мама сутки будет делать в колодце? Чё ты за неё переживаешь? Она в теньке. Вода у неё есть. А поголодать ей иногда даже полезно. Дурак ты. Диетолог хренов. Сашка, а что он делает? Да он сейчас параллельный колодец роет, чтобы оттуда маму подтолкнуть. Семь дней. Что, 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 что семь дней? Осталось семь дней, и я выхожу на пенсию. И буду жить с вами. Чё смотришь, лопатой её бей. Да ну тебя в баню, я из-за вас протрезвел. Мама, мама, ну какие семьи? Мам, вы чё? Я за тобой, тётя. Попейте водички. Чё смотришь, лопатайся за меня. Хватайся за меня. Да, Наташа. Я уже устала, понимаешь? Каждый день одно и то же. Вот пьёт, не просыхает. Как думаешь, твоя эта бабка поможет? Ну, помню, у Янки муж пил. И что, он бросил? Не, Янку это понятно, она стерва. А пить бросил? Вот и я надеюсь, что моему поможет бросить. Не меня. Пить. Заходите. Где наш алкаш? Вот, спит. Пусть выспится перед трезвой жизнью. Для начала заполним анкету. Так. А когда он пьяный, бьёт тебя? Нет. С соседями буянит? Нет, что вы. Песня Шнурова орёт? Какие? Матерные, у него других нету. А, нет, нет. Голым по подъезду бегает? Да ну что вы, конечно, нет. Так, чё ты мне голову морочишь? Нормальный мужик у тебя. Давай сто долларов за ложный вызов. В смысле? В смысле? Радоваться надо тебе, что у тебя мужик золотой. По сравнению с другими у тебя с ним вообще проблем нету. Да есть, бабушка, есть проблемы и много. Вот, например, он когда пьяный, он писает мимо унитаза. Это не алкоголь, это возраст. Я б тебе сказала, какие у меня проблемы. Не хочу пугать тебя, деточка. Пожалуйста, бабушка, я вас очень прошу, очень прошу, помогите. Понимаете, мы уже и к психологам обращались, и к этим астрологам, в общем, к наркологам никто не помогает. Потому что это всё шарлатаны, психологи твои. Доверять нужно только прорицательницам, ворожеям и магу Костику с пятнадцатого сезона битвы экстрасенсов. А кто это? Внук мой. Очень перспективный мальчик. Ладно, помогу тебе, дурёха. Изменяет он тебе? А что? Могу сделать так, чтобы не изменял. У меня сегодня акция. Два по цене одного. Да нет, не изменяет. Эй, наивная, а я вот чую, чую я, что он в гараже там с кем-то жухается. А, это он с машиной. Жигули у нас. Пьёт по поводу Олибес? Да ну, ему повод искать не надо, он всегда его найдёт. Вот вчера, например, отмечал десятую юбилейную кодировку. Понятно. Ну что ж, пришло время будить твоего принца. Угу. А ну, вставай, жирная скотина. Что вы? Нельзя так, ну. Он у меня по-другому встаёт. Эй. Быстро встал, Ганни, на всю жизнь без поганю пьянь! И тебе, доброе утро, любима. Здрасте, мордасте. А это ещё кто? Это бабушка, я тебе про неё рассказывала. Ты ж сказала, она... Да нет, это не моя бабушка. Это это, ворожиха, знахарка. Знахарка? Ну, здорово, знахарка. Чё, пришла? Чё, чё, кодировать будем тебя. Шо, опять? Не опять, а в последний раз. У меня стопроцентный результат. Я вот одного депутата взятки брать отучила. Три года ни одной взятки. А и как? СБУшникам сдала гадину. Третий год уже чается. Виктор, с ней не надо менять с БУшником. Лучше принеси что-нибудь, опохмелиться, а ну трубы горят. Бабушка, давайте уже начнём. Видите, человеку плохо. Начнём. Мне нужен твой волос. СМЕХ 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 Вообще без проблем. Бери любой. СМЕХ 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 А-а-а-а! СМЕХ 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 Это она про твою маму, что ли? СМЕХ Ты можешь настреноточиться? СМЕХ Пусть гадость и лужа выйдет из твоего мужа. А это она про её борщ, да? СМЕХ Не мешай человеку! СМЕХ Уходи, дрянь, уходи! Вон, вон, вон! Клавдия Андреевна, это к вам обращается. СМЕХ Егор! Ты посмотри, какое сильное влияние запойного беса, а? Точно, это всё тесть виноват! СМЕХ Шутишь всё, да? СМЕХ Ничего, ничего. И не таких шутников заговаривали. Ага, давай. СМЕХ 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 Всё! СМЕХ СМЕХ Твой муж больше не бухарик! СМЕХ СМЕХ Правда? Конечно, правда! Эй, иди сюда! СМЕХ О! Эй, бабушка, а вы что? Всё нормально, это эксперимент. Смотри. А мне уже нравится эта бабуля. А можно она у нас жить останется? А мама твоя пускай и... Егор! А ну, давай, пей, если сможешь. А что ты так на меня смотришь? Ты её сама привела. Ну? Ну, за знакомство. Ух ты! Отши! АПЛОДИСМЕНТЫ Ой. Что? Ой, бабушка, вы же профессионал. Подтверждаю, бабуля, настоящий профи. Рука лёгкая, как в сухую землю пошло. Видимо, заклинание слабое. Есть у меня сильнее. Бычье заклинание. М-м-м-м-м. Перестанет пить слабак или на голову кизяк. А ну, давай, пей вторую. ну бабуля чувствуется реально магия в ней прям вот с пониманием женщина знают что между первой и второй перерывчик небольшой твою мать точно за родителей тоже правильно руку менять нельзя бабуля ты начинала ты продолжай есть ей есть у меня что-то очень сильное чё с пивом смешаем где моя куриная лапка а вот она о закусон это магический артефакт сломал ладно сломанная лапка ожерелье диадема это время и сядь нету группы время и сядь есть время и стекло как курица лапою водит так алкоголь из егора выходит выходит это магия что я могу сделать а ну давай пей третью ну пошли покурим а ну сел быстро бабушка что вы что наделали что я наделал что он раньше хотя бы не курил ну ладно ладно чё ты на бабулю стартуешь бабуля молодец она старается блин жалко мне завтра на работу бабуля ты можешь в пятницу прийти мы с тобой литрушку залаговый сделайте что нибудь сним ну готовься зас яйцо выкатывать буду ээээ бабуля бабуля спако입니다 я женатый человек меня естьnahme выкладывать дуренький курина я 0 А, банкет продолжается. Давай, бабуля. Бабуля, ну не за столом же. Яйцом кручу-верчу, чакру высосать хочу. Да я ж говорю, я женатый человек. Ничего, ничего. Ого, сейчас мы ему чакры прочистим. Глядишь, третий глаз откроется. Ой, главное, чтобы у него второй рот не открылся. Ну что, Егор, как себя чувствуешь? Да зашибись. Массаж. Ну-ка. Закусон. Что ты делаешь? Да и ты красивше с каждой минутой. Бабушка, не работает ваше заклинание. Да у него просто аура сильная. Да это перегар у него сильный. Все, идите уже домой. Ну и пойду. Э, 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 бабуль, ты куда? Не уходи, с тобой весело. Давай, это, еще какие-то игры, конкурсы. Яйцо перекатывали уже. Давай теперь карандашик в бутылочке будем отпускать. Есть у меня одна травка сильная. Блин, у нее еще и травка есть. Бабуля, дай я тебя поцелую. Сядь. Ну все, иду ва-банк. О, картишки я тоже люблю. Давай. Ну, там ада из тебя, конечно, хреновая. Это я так понял, танцы, да, пошли? Ну, не, 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 бабуля, ну не тот репертуар. Вот это вот. Цвет настроения синий. Мне двести водки, а жене мартини. Эй, давай, давай, давай. Что, 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 все, 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 сил моих больше нету. Ухожу я. Не ж могла я, не ж могла. Куда? Бабушка, вы же говорили, что у вас все с гарантией. А это не гарантийный случай. Он толстый слишком. Да, через такой слой жира мои заклинания не проходят. Вот, пускай похудеет. И тогда мне звоните. Все. Э, Бубин, оставь. Дайди ты. Гадина. Ты чего? Да зачем я за тебя замуж вышла? Ну, 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 Виктор, ну все в жизни ошибаются. Я вот тоже думал, что с акцизом беру, а оказалась паленка. Ну, да че, ну, че ты начинал. Я тебя в баню. Ну, твоя-то совесть чиста. Ты сделала все, что могла. Можешь спать спокойно. Что сделаешь, если я вот такой неизлечимый? Ну, как говорится, за сбычу несбыточных мечт. Бабка, ты че наделала? Бабушка, получилось! Эй, получилось, говорю, слышите? Че не сделаешь ради любимой женщины? Ну, за нас, шарлатанов! Женечка! Оу! А что у нас с пылесосом? Ой, Вика! Я убирал-убирал, убирал-убирал, а он поломался-поломался. Понятно, могла бы и сама догадаться. Вика, у меня для тебя две новости. Одна хорошая, другая плохая. Какой начать? Ну, давай с плохой. Я чинил душ, чинил душ. Он поломался и ванну затопило. А какая хорошая новость? Этим действием я отомстил нашим соседям снизу. Которые громко слушали музыку. Вот и им так. Понятно. Значит, я все правильно сделала. Конечно, правильно сделала. А что ты сделала? А что это за коробочка такая? А я выставила тебя на продажу. Так что, примеряй, это твой новый домик. Я сказала, что я могу по почте тебя отправить. В смысле выставила меня на продажу? Вот, читай в объявлении. Продам мужа на белорусских номерах. Есть полный пакет документов для легального передвижения по стране. Ты что меня, как машину продаешь? Ну, извини, раздела продажа рукожопых на сайте не было. Так. Первая хозяйка пробег 8 лет. Из них активного пользования реально минут 40. Реально 27. Но я накинула для привлечения клиентов. Комплектация на любителя. Есть недостатки. Заводской брак. Руки из задницы. Что? Что? Все вопросы к разработчикам. Телефон и адрес твоей мамы указан. Немного барахли стартер? Ну, раньше ты с полоборота сам заводился. А сейчас себя прогревать надо? Причина продажи не подошел размер. Размер чего? Размер всего, Женя. Цена договорная. Да. Также возможен обмен на плойку. Ты меня меняешь на плойку? Да, действительно, что-то я продешевила. Еще и на пылесос. Ты же его тоже поломал. Знаешь что? Что? Я уйду и посмотрим, как ты справишься без мужика. Как все эти восемь лет справлялась, Женя? Знаешь, ты об этом еще пожалеешь. Я жалею, что я не сделала этого раньше. Да кому ты нужен? Чего ты переживаешь вообще? Кому я нужен? Вот. Счастливая обладательница этих 160... Восьми. ...сантиметров счастья. Размер в этом деле не главное. Проходите. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Здесь мужа продают? Позже. Правильно. Проходите. Большое спасибо. Вот плойка, как вы и просили, очень дорогая. Спасибо. Извините, только вот пылесос не успела купить. Веник подойдет? Конечно подойдет. Вот. Могу забирать? Нет, не можете. Евгений Михайлович, выходите, к вам пришли. Никого нет дома. Боже, какой он компактный. Мне уже нравится, да. Неправда. Первое впечатление обманчивое. Я гораздо больше. Вам себе или на подарок? Потому что если на подарок, мы можем красиво его завернуть. У нас остался свадебный костюм. Ну что вы, мне себе. Но вы знаете, я очень люблю разрывать упаковку. Недавно разорвала ее вместе с подарком, да. Женька, он хороший. Нет, я плохой. А я люблю плохих. Вы знаете, на самом деле я очень хороший. Но больше я люблю, конечно же, хороших. Я отвратительный человек. А на самом деле я очень люблю сомневающихся. Я понимаю, Женька, он мечта любой женщины. Он, смотрите, какой атлант. Давай, 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 поработай. Какой-то хиленький у вас атлант, но ничего. Я его откормлю. Вика, не продавай меня. Она меня откормит и съест. Женщина, я вам не подойду. Посмотрите, посмотрите, у меня руки из задницы. Видите, это вот, видите, пылесос, это я сломал. Вот, вот, душ я поломал. Я ничего не умею делать по дому. А ничего не нужно делать. Задача у тебя одна. А все остальное я буду делать с ума. Лучше я выброшусь в окно. Боже, какие страсти. Нет, вообще он спокойный. Может быть, просто сейчас он как-то перевозбудился. Это хорошо, зая. Бика, ручка поломалась. Смотрите, какой он сильный. Ручки ломает. А еще он спортсмен. Вот, боксом занимался. Я их ни разу не надевал. Вот, Бирка, вот. Значит, не будет сопротивляться. Скажите, пожалуйста, а какие у него есть вредные привычки? Ой, что вы! Нет ничего такого. У него даже от кефира на утро голова болит. Неправда. Я алкоголик. Жена водки дывает. Водки высылывает. Алкоголик, да? Да. Хорошо. Ну тогда пей. Видите, непереносимость. Я не пью, но я курю. Я тоже курю. Но только после секса. Будем курить вместе. Пачка в день. Женщина, я буду вам изменять. Когда? Пачка в день. Наивный, да? Что вы, женщина? Он шутит. На самом деле, Женька самый верный мужчина. Вика, я должен тебе признаться. Я тебе изменял. Плакатом Оли Поляковой это не считается. У меня дома только мои плакаты. А еще он добрый, милый, мухи не обидит. Неправда. Я бью женщин. Боже мой, какой он смелый. Все, беру, упаковывается. Вика, пожалуйста, пожалуйста. Не надо, я исправлюсь. Я исправлюсь. Женя, давай, иди одевайся. Мы уже договорились. Вы простите, я не успела собрать его вещи. Я не знала, что мужчины сейчас в цене. Ничего страшного. Что ему там нужно? Там трусы, майка. И вообще, я думаю, в моей квартире он будет ходить исключительно голышом. Да. Скажите по секрету, отрицательные черты какие-то у него есть? Да. Вы знаете, он немного храпит. Я сильнее. И еще носки разбрасывает. Ничего страшного, будет и мои подбирать тоже. А еще он очень много ест. Так, еще один очень важный вопрос. Кто он по гороскопу? Телец. Вот это плохо. Несовместимость? Чашку новую придется покупать. Хотя, в результате соберется весь зодиак. Я готов. Женька, слушай, какой ты красивый. Как тебе идет этот свадебный костюм? Я сразу вспомнила и нашу свадьбу, и... Ой! И наше первое свидание. Помнишь, ты тогда тоже в нем был? Он у меня еще выпускного. Ну, да. Все, друзья, довольны лирики. Поехали, мой дорогой. Свадьбы я тебе не обещаю, но первая брачная ночь у нас с тобой будет очень жаркой. Документы. Да, вот, пожалуйста. Извините, но я не могу его продать. Ну, почему? Ну, потому что... Потому что товар на складе не обнаружен. Брак. Не ликвид. В общем, забирайте. Забирайте вы свою плойку и веник. Я не могу. Извините, пожалуйста. Девушка, вы сами не знаете, чего вы хотите. А ты? Посмотри на себя. Кому ты нужен? Фу! Связалась. Вика. Вика, спасибо тебе. Спасибо тебе, что ты не продала меня. Я исправлюсь. Я исправлюсь, обещаю. Да ладно уж. Я починю. Я пылесос починю. Плойку. Душ. Главное, не продавай меня больше. Никому. Да кому я тебя продам? Ты же только мой рукожопик. Вместе. Навсегда. Ой, это, наверное, снова эта женщина. Скажи ей, что я не продаюсь. Да, конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а это здесь муж продаётся? Вы знаете, уже не продаётся. В смысле не продаётся? Ещё как продаётся. Женя, ты чего? Ты мне только что в любви клялся. А ты меня на продажу выставила. Не могу простить. Всё. Я не поняла, продаётся или нет? Конечно, продаётся. Со всеми своими огромными достоинствами. Но вообще-то размер не главное. Главное умение пользоваться. Слышала. Размер не главное. У вас с документами всё в порядке? Да у меня вообще совсем всё в порядке. Не пью. Не курю. Боксёр. Почини там пылесос. Шланги. Короче, мужик. Золотые руки. Что? Что, что? Всё. Профукала ты своё счастье, Викуля. Ну что, малыш? Поехали к тебе. Что? Говорю, поехали к тебе. У меня это. Я риэлтор. Покупатель, вот. Ну, сделка состоялась. А вот, пожалуйста. Всего хорошего. Всего доброго. Ну, как мы смотрим? Как для вас сделали. Вика, Вика, я пошутил. Я же это люблю тебя. Мы же вместе. Что, Женечка? Вместе? Навсегда. Сашка. Саш. Саша. Ой, что, что? А, да, Вика, прости, задержался на работе. Да, еду, кефир, молоко. Что там надо ещё? Саша. Что, что, что? Помнишь? Ты мне кое-что обещал. Ой, Вика, да помню, помню я. И в горе, и в радости, и в богатстве, и в бедности. Пока смерть не разлучит нас. Вика, я всё выполняю, всё выполняю. Да, особенно в горе и в бедности. Я не об этом. Ну. Что, плинтус прибить? Да, ё-моё. Я ж не тебе обещал это, а твоей маме. Чего только дьяволу не пообещаю, чтобы душу не трогал. Господи. И не про это я тоже. А вот про то, что я пить должен бросить, так это забудь. Это я по пьяни ляпнул. Так, Саша, ну подумай хорошенько. Что ты мне обещал? А, ой, Вика, ну я ж тебе говорил, у меня работы много, я устаю. Вот я отдохну, и как выполню, разок своё обещание. Про это обещание я уже забыла, когда ты выполнял. Я не про это. Ну подумай своими мозгами. Ну, вспомни, ты говорил, что это будут лучшие семь дней и шесть ночей. Ты всё-таки едешь с детьми к маме. Всё, счастливо, удачи. Саша, ну пошевели ты извилинами, ну. Нам дали безвиз и... И это дело надо отметить. Неси мамин самогон. Ты вообще дурак. Нет, я не про это. Я хочу на курорт. Что непонятного? За границу. А, ой, Вика, так это я так это ляпнул. Чисто гипотетически может быть когда-нибудь, куда-нибудь. А, вот так вот, да, хорошо. А это... Ну, Вика, ну в последний раз. Всё, обещаю. В этом году мы поедем за границу. А в каком в этом? В 2017-м. Клянусь. Или я брошу пить навсегда. Вот я баран, а. Вика, подожди, а как мы поедем? У тебя уже нет биометрического паспорта. Есть. Я отстояла месяц в очереди и получила. Ну, у тебя есть. У меня-то нету. Есть. Откуда? Я нашла похожего на тебя мужика. Заплатила ему, чтобы он месяц отстоял в очереди. И вот. Блин, реально похож. А отпечатки пальцев? На балконе твои пивные бутылки. На всех твои отпечатки. Это ж как надо хотеть отдохнуть. О, подожди. Ничего у нас не получится. Чего? У меня ж плавок нет. Есть. Где? На тебе. Когда ты спал? Офигеть. А прививки? На! Всё, Сашенька, вот теперь есть всё. Вика, ну... Никаких нос, Саша! Я за 10 лет выучила все твои вот эти вот отмазки. Вот теперь ты не отвертишься. Подожди, а дети? Вещи? А дети уже готовы, уже собраны, ждут моей отмашки. А вещи? Вот, пожалуйста, это детей. Это моё. Ну, а это твоё. Осталось самое малость, чтобы ты выбрал путёвочку и купил её. О, Викусь, слушай. А давай так. Я сейчас раскручиваю глобус. Ты пальцем вот куда тыкнешь, туда мы и едем. Ага. Всё, хорошо? Давай, закрывай глаза. Я беру глобус. Так, я его кручу, 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 кручу. Он крутится, 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 крутится. И оп! Так, куда это мы едем? О, ничего себе, к бабушке в Житомир. Дай сюда. Так, Саша, это глобус Украины. Ну, мне просто приятно осознавать, что твоя тёща живёт на другом полушарии. Саша, ты не понимаешь, я хочу в Арабские Эмираты. Ты издеваешься, что ли? Выбрала страну, где сухой закон. Ты меня вообще убить хочешь, что ли? Да причё не есть твой сухой закон. Я хочу фотографии, чтобы похвастаться перед подружками. Фотографии? Улыбайся. Отлично. Всё, отправим подругам. Саша! Что? Я хочу! Я хочу! Вот курсоголовы-то! Что? Они везде были! Я тоже так хочу! Они были и в Турции, и в Египте, и в Таиланде! Что ты мне всё время этими курсоголовами? Мы тоже везде были! В Скадовске и в Затоке? Правительство поставило задачу поддерживать отечественные курорты. Почему эта задача лежит только на нашей семье? Всё, съездили, отбыли наказание. Теперь я хочу реально отдохнуть. Ладно! Ой, ё-моё! В Трусковец мы не поедем. Блин, ты вообще не думаешь о моём здоровье. Это ты не думаешь. Мы после Трусковца ещё две недели тебя прокапываем вместо в поликлинике. Ну, мне просто не очень хорошо идёт на втусь, а что? Я мир хочу посмотреть, понятно? Мир! Увидеть! Мир ты хочешь посмотреть? Вопросов нет. Сейчас я тебе всё организую. Алло? Доля кабель? Сколько стоит подключить канал Тревел? Сашу! Соседи, привет! Слышите, мы это самое... Сейчас уезжаем в Египет отдыхать. Вы за нашим котиком посмотрите, а? А мы не можем, потому что мы летим в Египет. Отличная шутка. Смотри, Викусик, и рыбку нашу покорми. Я говорю, мы в Египет летим! Слушай, мать, ну ты просто не в ударе. Ладно, на, и цветы полей. Всё, пока. Я говорю, мы в Египет реально летим! Ты представляешь? Вика, 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 Вика! Что? Мы не летим в Египет. Мы идём в Египет. Через Израиль? Нет. Через лестничную клетку. На пятый этаж. Блин, у них же хата покруче, чем любой пятизвёздочный отель. У них кот сфинкс. А бар у Егора такой, что поклеще любого ул-инклюзива. Погнали! Я хочу настоящий Египет! Там, где гробницы, эти, верблюды, пирамиды. Блин, ну а в прошлом году это... Что в прошлом году? Мы поехали дикарём в Коблево? Жили где-то возле кладбища, натяплюнул какой-то бомж. И вокруг не было нормального туалета. Ну правильно, гробницы, верблюды и пирамиды. Я хочу, как у Светки с работы. Вот, купаться в Красном море. Покупать магнитики. Я хочу вот так вот, понимаешь, пить коктейли. Вик, я тоже хочу, чтобы у тебя попа была, как у Светки, сиси, как у Светки. Это запрещенный приём, Саша. Хорошо, хочешь ответочку, пожалуйста. Детки! Папа, папа, мы хотим за границу! Вика, вот это вообще нечестно! А я их не подговаривала. Дети, а куда вы хотите? В Египет! Гробницы, верблюды, пирамиды! Мама, мы всё правильно сказали! Да, солнышко, правильно! Детки, сейчас папа будет крутить глобус. Так, Саша, никакого глобуса! Ты вообще знаешь, что твои дети пишут в сочинении, как я провёл лето. Лёшенька, зачитай. Все каникулы я сидела и смотрела с папой телевизор. Машенька, а ты зачитай своё. Все каникулы я смотрела в окно, потому что папа и братик смотрели телевизор. Слушайте, ну как мы поедем за границу, а? Если никто из нас не знает ни одного слова по-английски. Тюбир, водка, ванка, кока-кола, тюба и фаза. Лёша едет. А вот по вам, девочки, вопрос. Папа, а Лёша тебя сам до номера не донесёт. Ну, я не знаю, Вика, чем ты можешь быть нам полезна? Саша, я уже 10 лет мечтаю, чтобы ты отвёз меня за границу. Вика, ну ты сама виновата. А я? 10 лет назад ты была беременна. 5 лет назад ты опять была беременна. У тебя всё как-то не вовремя. Мы с детьми хотим греться на солнышке. Есть отличное место, где можно погреться. Батарея? Почему сразу батарея? Да, батарея. Ну, ты видела, какие сейчас сцены на коммуналку? Поклеще, чем в Египте. Саша. Ну и потом, батарею я хотел предложить вторым вариантом. А первым я хотел предложить тебе шубу. Что? Шубу. В ней тепло. Да. Я хочу шубу. Мама, а как же Египет? Вместо Египта мы купим маме шубу. А как же детки? Ну что, детки, они вырастят и разлетятся, а шуба останется. Шуба останется. Мама, не слушай его, он тебе всё равно ничего не купит. Куплю. Ну, мам, вспомни тут случай с сапогами. Мама, ты же так давно хотела за границу. Мама ещё дольше хотела шубу. Мам, ну это же Египет. Это же шуба. Там же пирамиды и верблюды. А здесь шуба. Ну, мам, там есть аллент-люзи. Шуба. А, да. Там мех. Натуральный? Ну, да. Я согласна. Блин, маму жизнь ничего не очень. А я же так давно хотела на море. Отлично. Я победил, никто никуда не едет. Малый, принеси путь от телека. Доченька моя, не верь ни единому его слову. А, мамочка, слава богу, что ты приехала. Он снова не хочет лететь. Зятёк, я приехала на семь дней и шесть ночей. Намёк, понял? Понял. Значит, чемоданы у меня, паспорта у тебя, я в машине. Ура! Привет, привет! Бикусь. Да? Ну, зачем тебе эта грудь, а? Ну, к чему она? Я, вообще-то, кредит на машину брал. Ты пойми, это не для меня. Это для тебя подарок на день рождения. Ты всегда говорил, что хочешь во время этого хоть за что-то подержаться. За такие деньги я готов продолжать за грелки держаться. Бикусь, слушай, может, пойдём домой, а? Может, они ещё вырастут? Седьмого класса не росли, а тут вдруг начнут, да? Да. Ой, чё ты ржёшь? Типа у тебя оно там выросло. Во-первых, не оно, а он. Прояви хоть чуточку уважения. Не, ну, чуточку, конечно, можно. Ну, вот твой друг, Серёжка. Он же сделал жене пластику носа. Так Серёжка настоящий мужик. Сам сломал, сам отремонтировал. Ну, ты тоже сравнила нос и грудь. Я тебе вообще так скажу, что хорошая грудь должна умещаться в ладошку. Ну, не обе сразу в одну ладошку. Ну, да. Да пойми ты, Шопенгауэр ничего не говорил о том, что его изречение каким-то образом противоречит учению Канта. Что? Конечно, ещё Конфуций начал эту теорию. Я с тобой абсолютно согласен. Вот, Вика, смотри. Вот тебе последствия пластической хирургии. Это вы о чём? О глазах или о носе? А, вы про грудь. Это моя вина. Немного перестарался. После операции нельзя слишком жать, понимаете? А, это как типа у машин, да? На обкатке. Ну да, первую тысячу надо очень осторожно. Я понял. Вика, слышь, а может тебе тоже одну сисю сделаем? А на сдачу таврю купим. А чё? Сашка. Ты всё равно на пассажирском, тебе одна нужна. Саш, ты пойми, тебе будет приятно на них смотреть. Чё по ним футбол показывай, чё на них смотреть-то? Да зачем тебе ещё длиннее ресницы? Такое впечатление, что вы, женщины, этими ресницами в бане меряетесь. Только не надо начинать истерику. Я тоже тебя люблю. Давай не прелюдия, хорошо? Слышь, Викус, Викус. Может тебе просто лифчик с пошапом купим? а давай ты будешь тогда пиво пить безалкогольная будешь на рыбалку ходить к нам в ванную будешь любовью заниматься я понял аккуратненько проходим хорошо хорошо молодой человек я думаю вам пора остановиться ну вы же не кенгуру чтобы на него как на хвост опираться кстати хорошая идея идите и шире ножки аккуратней со швами здравствуйте добро пожаловать в силиконовую долину доктор у нас форс-мажор да я понимаю но это уже 16 операция я боюсь повредить мозг она говорит об этом даже не задумайтесь все в порядке а вы пожалуйста подождите а сколько можно человек седьмого класса ждет я так понимаю вы у нас не были нет с силиконом дела не имели нет как не имели подожди я же тебе силиконовый чехол на телефон дарил слушайте доктора а подскажите пожалуйста вот как они на выходе будут выглядеть вот так у нее а нет как у него я тебе сейчас бесплатную пластику сделаю и мужчину вы не обижайтесь пожалуйста ну просто я плачу большие деньги я хочу знать что я получу в итоге есть вот что пощупать абсолютно резонный вопрос пощупать всегда можно всегда приятно вот пожалуйста щупайте века может его мамы сегодня переночуешь а скажите пожалуйста а вот сколько они стоят импланты по 500 долларов а операция шесть тысяч века может возьмем только импланты а и двусторонний скотч ладно давай жидкие гвозди это наверняка привет ущербные женщина вообще-то здесь очередь а нет 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 мариночку надо пропустить без нее работа остановится я не понял это что главный врач главный донор мариночка пройдемте пройдемте моя хорошая слушай ну тут у них услуги конечно это капец лифтинг лица блефопластика подтяжка кожи лица лазерная шлифовка лица это вот как это женское сто получается только ямы не хватает гинеколог у них в соседнем здании принимает вот вы как опытный пользователь вот можете мне сказать как часто надо ты его делать что ну там силикон менять развал схождения проверять там ну в принципе зависит от водителя но лично я делают его раз в десять тысяч раз ага так если это у нас раз в неделю века так она нам до 2073 года хватит извините пожалуйста а расскажите как это после 16 операция я вообще-то к вам девушка обращаюсь вы меня слышите вообще слышит-слышит просто она сейчас спит как с открытыми глазами да она когда пытается закрыть глаза у нее сзади что-то стрёмно трещит так слышу а может мы тебя просто накрасим подстрижем там и все это очень заметно будет вот все эти изменения сашка ну вот например ты свою дачу любишь люблю конечно ты же сделал ей евро ремонт ну да вот и я хочу евро ремонт вик так это тебе не с фасада это те чердака начинать надо я просто я хочу быть привлекательной но викусь ну вот как тебе объяснить вот смотри вот допустим я покупаю таврию я же не покупаю на нее бампер от мерседеса почему потому что таврия здесь таврия на таврии останется понимаешь я хочу быть сексуальной вот как-то и хочется и колется я прошу прощения что встреваю но если есть сомнения лучше остановиться сразу иначе потом затягивает вы знаете я как-то уже им имена даже придумал зита и гита ой сашка а давай мы заодно твоего мэтху на чакраборте увеличим так силикон это круто вы не обращать внимание она иногда во сне разговаривает да мариночка спасибо пожалуйста обращайтесь да проходите идите в макдональдс восстанавливаетесь ну кто у нас следующий я следующий доктор я я по скорой простите а что такого срочного у вас нос уши у меня собственно говоря комплексный заказ ну тогда рассказывайте рассказывать тут надо смотреть но и товарищи если у кого есть крестик лучше наружу и библию возьмите в руки ну все готовы да чем вы можете нас испугать на тусечка ласточка заходи вот она моя сладкая а там гормональный сбой пошел она у меня просто плохо видит понимаете на туся здесь смотрит она еще плохо слышит у меня понимаете надо на мясо на мясо на запах да идем на запах ласточка на запах идем отлично прекрасно прячем мясо боже какая ты у меня красивая вика то ты у меня вообще фотомодель доктор надо что-то решать я начинаю трезветь ну я смотрю глазки большие это просто стринге очень жмут сегодня мужик мужик а чё ты ее просто не бросишь бросить что бросишь ее мою секулечку что тут одно всичку мое ласня как-то бросить ее это же расстроить ее отца пятьдесят шестое место в формсе три миллиарда в год доход это ж надо так деньги любить Сережа со мной не из-за денег Сережа со мной по любви Ротик закрой пока, а то здесь не проветривается помещение. Я прошу прощения, а что вы хотите поменять? В ней? Ну что, в ней ничего. Я уже пробовал. Через месяц все возвращается. Поэтому лучше мне. Натяните глаза на... Для начала на затылок давайте. Чтобы как-то взгляд на жизнь был более, так сказать, хорош. Радостнее смотрелось. Но, может, все-таки мы поработаем с супругой? Я, правда, даже не знаю, с чего начать. Сережа, поцелуй меня! Снимай, сматка. А, губки накрасили. Помаду жрала просто. Не углядел. Слушайте, а вы не можете сделать, чтобы меня просто парализовало по пояс прямо? Нижнюю часть. У меня есть, чтобы хоть оправдание было какое-то. Понимаю. Давайте пройдемте на анализы. На анализы? Анализы! Анализы! Анализы она любит. Пойдем, тебе там целый горшок анализа дадут. Да! Спасибо, садка. Анализы! Хорошо, что ты все это время спала. Доктор, так а нам куда? Да, вы идите в десятый кабинет, будем оформлять возврат. Пойдем, 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 осторожно. Вы меня надолго с ней не оставляйте, прошу вас. Эй, секундочку, я иду. Господи, я не хочу туда. Господи. Вика. Слушай, пойдем домой, а? Я же тебя полюбил, такую, как ты есть. Такую плоскую. Утонченную. Такую коротконогую. Миниатюрную. Такую дурочку с переулочкой. Да, тут не поспоришь, конечно. Саша. Ну, Викусь, ну, ты же понимаешь, что грудь – это не самое важное в жизни. Да. Большие сиси, я уже и у соседки потрогать могу, это же. Таша! Какая соседка? 23-го та 24-го квітня у Палаці Україна святкова программа «Дизель-шоу». Сама крута в Украине. Яскраві враження та нестримний сміх гарантуємо. Квітки на сайте dieselstudio.com та використання фонограмы.